Все мы любим хорошую тяжелую музыку самых различных направлений и жанров, а также многие из нас обожают жуткие фильмы ужасов с маньяками, монстрами и призраками. А ведь есть рок-группы, которые объединяют в себе все это. Здарова, чуваки, с вами Александр Дегтярев и сегодня я расскажу вам о самых страшных рок-группах. Все эти группы играют в разных стилях, но объединяет их рок-направление и жуткий внешний вид. Начну я с менее пугающих и закончу самыми уродливыми и страшными командами. А прежде чем перейти к топу, хочу порекомендовать канал моего друга Андрея Фарнёва. Чувак пилит просто охренительные рок и метал кавера на попсовые песни. Там и руки вверх, и группа демо со своим еб***щим солнышком. Конечно же, на тает лед от грибов и многое другое. Хотите поржать и приколоться интересному взгляду на голимую попсу? Тогда вперед смотреть и подписываться на чувака. Ссылки оставлю в описании и конечной заставке. Ну что, приготовили чайок у бутерброда и я начинаю свою страшную сказку. На 10 месте таинственный и странный персонаж из группы Мортис. Когда я впервые увидел его, я подумал, что это кадр с каким-то троллем из «Властелина колец». Каково же было мое удивление, что это музыкальный проект, который обладает культовым статусом в своих кругах. Группа образована в 93-м году в Швеции выходцем из Норвегии Ховардом Эллифсеном. Именно он и взял на себя псевдоним Мортис. Команда играет в стилях Dark Ambient, Black Ambient, Dark Wave и Industrial Rock. Довольно интересная и атмосферная музыка. Если нравится такое, то обязательно зацените. Ну а тексты наполнены рассказами о темных зловещих ритуалах, забытых катакомбах и прочих мистических вещах. А на девятом месте у нас российская группа «Безумные драйвовые скримс». Узнал о них совершенно случайно. Вы же прекрасно знаете, что я люблю слепноты и Mushroom Head. И вот я гуглил другие команды в страшных масках, чтобы расширить свои горизонты. И вот обнаружил альтернативных московских металистов скримс. Музыка у них в лучших традициях альтернативы и нью-метал двухтысячных. Команда, кстати, образована в 2003 году. И вы уже догадались, какой музыкой они вдохновлялись. Конечно же, это Mad Vane, Слепые и Грибоголовые. Реэкспект чувакам. И отдельная похвала за внешний вид. Это уродливые клоуны, демоны и маньяки. Все как мы любим. Уверен, что для многих из вас я открыл новую команду. Поэтому чекайте их музыку и видосики. Ребята действительно интересны. Особенно для России. Музыка у них в лучших. Американская команда Dead by Day. Я просто уверен, что вы совершенно ничего не знаете об этой группе. Это настоящий андеграунд. Но тем и интереснее. Dead by Day родом из Лос-Анджелеса. И играют они Готик и Индастриал Метал. И внешний вид у них просто потрясающий. Первое, что приходит на ум, это монстры из фильмов «Восставшие из ада». Вы только сравните. Кожаные одеяния, изродованные бледные лица. Класс. А ведь группа существует с 95-го года. Ого-го. Но в сети катастрофически мало информации о них. Да и у них всего два альбома, несколько EP и DVD 2005-го года. Но критерий в сегодняшнем топе не за известность, а за ужасающий внешний вид. Так что команда заслужена в топе. На седьмом месте шок-рокеры Гвом. Вот это реально чокнутые уроды. Вы только посмотрите на них. Да многие хентай с монстрами-трахарями просто отдыхают. Это жесть, без слез и не взглянешь. Упыри эти существуют, вдумайтесь, с 84-го года. Да почти всех нас тогда еще не было. Гвор можно отнести к трэш-металу с сильным влиянием хардкора. Так называемый кроссовер-трэш. Тексты посвящены ужасам, насилию, пародируют штампы металла и содержат нецензурную лексику. В общем, классные ребята. Рад, что они вновь собрались. На шестом месте группа Лорди. Ну а этих финских хард-рокеров вы точно знаете. И это благодаря гребаному Евровидению, на котором они в 2006-м заняли первое место. Имидж у них просто шикарный. Их образы настолько проработаны, что создается ощущение, что как будто они сошли с кадров фильмов ужасов 80-х годов. Но и музыка у них довольно приятная. Лично мне нравятся многие их песни. Ну а их клипы это отдельное искусство. Это настоящие короткометражные хорроры в лучших традициях жанра. А на пятом месте супер-известный Слепнот. Так, дорогие мэгеты, давайте не будем шуметь. Группа классная, я их тоже очень люблю. Но согласитесь, что их маски и образы явно не на первое место самых страшных рок-групп. Да, они более жуткие именно своей реальностью, тех же Лорди Гвор. То есть именно так и могут выглядеть отбитые американские маньяки. Шикарные клипы, разные образы за всю историю группы. Настоящий ад на сцене. Все это Слепнот. Ну а для тех, кто в Танке, Слепы образовались в 92-м году в штате Айова. И играют они превосходный ньюг, груф и альтернативный металл. Продали миллионы альбомов, собрали сотни стадионов. На четвертом месте довольно молодая команда Террор-юниверсал. Можно сказать, что эта американская хоррор-металл команда является супергруппой. Так как в их составе бывшие музыканты таких команд, как Эль Ниньо, Машин Хэт и Соу Флай. Выглядят музыканты угрожающие, окровавленные маски, клыки и дикие оскалы. Команда образована в 2014-м году. На данный момент они успели записать EP и сингл, что не мешает им играть на больших рок-фестивалях и собирать приличное количество фэнов. И, кстати, их EP я заслушал просто до дыр. Музыка отличнейшая. И даже имеется кавер на Робзомби. Уверен, что у Террор-юниверсал неплохое будущее. С интересом буду следить за их развитием. Музыка А вот и тройка лучших. И так бронзу у нас получает Дай Монстр Дай. Музыка Еще одна малоизвестная американская группа. Дай Монстр Дай образована в 1995-м году. Записались десяток альбомов и играют в хоррор-панк. Выглядят они пи***дес как ужасно. Это настоящие гребаные упыри. В кровище, в цепях, с вырезанными пентаграммами, с кучей черепов и костей. Конечно же это андеграунд, и чуваки играют в клубах. Но музыка довольно неплохая. Если вам нравятся Мисфитс, то и Дай Монстр Дай могут зайти. На втором месте одна из моих любимейших команд The Berserker. А вот это без скидок настоящие монстры. Не только по внешнему виду, но и своей безбашенной музыкой. The Berserker это австралийская группа, образованная в 1995-м году и просуществовавшая до 2010-го. Сперва игравшая музыку в стилях габбер и спидкор и позднее перешедшая на индастриал дедграйд. Их музло это нечто уникальное. Скорость, тяжесть и безумный ритм. Брутальные клипы запрещены к показу где только можно. От их просмотра говорят, случаются эпилетические припадки. Ну а маски, в которых они играли, просто охрененные. Даже не знаю как это назвать. Это какие-то тролли или демоны. В общем жуть. Даже не представляю как они в них выдерживали такой ритм музыки. Настоятельно рекомендую The Berserker всем поклонникам экстремальнейшего музла. И кто же у нас на первом месте? Уверен, что прошаренные чуваки это уже поняли. Итак, золото в топе страшнейших рок-руб у нас получают загадочный и странный Mushroom Head. Вот это образы, вот это маски, классные костюмы, атмосферные и мрачные концерты. Безумно люблю эту команду. Грибоголовые образовались в конце 92-го года в штате Огайо. И играют главным образом Industrial New Metal. Но в их музыке присутствуют и Electro Industrial, и готик рок, и техно, и даже элементы хип-хопа. Кто-то из отбитых обязательно скажет, что они все содрали у слепых. Ну вот уж хренушки. Команды развались совершенно самостоятельно. И сравнивать их глупо. Чем же они пугают? Да много чем. Это страшные образы музыкантов, гнетущая атмосфера в музыке, мрачные тексты и адское шоу на сцене. Я считаю, что в этом топе они заслуженно занимают первое место. Вот такой топчик у меня вышел. Надеюсь, что вам понравилось. Если вы знаете другие страшные команды, то пишите их название в комментарии под видео. Только давайте без всяких там Black и Gothic команд. Все-таки Carp's Paint и Grimm это немножко другое. Ну а с вами был Александр Дегтярев. Ставьте лайк этому видосику, если вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые. И до скорых встреч. Ну а как только этот видосик соберет тысячу лайков, я обязательно запилю в следующий топ.